вот тут случилась маленькая неприятность заодно мы вам покажем как мы с ней разбираемся здесь скрутили в самый край доски саморезы и доска лепуха должна быть где-то 37 40 а тут 33 и вот она при вибрации выдавила сюда палубку что мы сделали мы соберем 6-метровую доску пятидесятку забивает землю кол а потом серёжа делает вот так серёжа давай покажи смотрите не там бьет а посередине прогибает доску прогибает и отпускает оп еще серёжа сделай все отпускай вот теперь смотрите смотрите вот почти стали проектное положение сейчас немножко потюкаем молоточком и закрутим новые саморезы вот таким способом то есть не бейте молотком вместе примыкания а посередине сгибайте доску когда вы отпускаете и упругости 6 метровой пятидесятки хватает чтобы выдавить любую опалубку фактически с бетоном единственное бетон мы немножко там расширдили чтобы он там был посвободнее с вами снова владимир продолжаем эпопе про армопояс перемычками тут насколько вы помните мы использовали мебельную плиту в качестве нижней палубы что-то стали мы вибрировать по ней хоть и пленку мы натянули чтобы она не размокала стали мы вибрировать по ней бетон тут где-то 130 килограмм на погонный метр 130 килограмм на погонный метр тут три метра 400 килограмм и стали прогибаться взяли прикрепили вертикальным доскам липухи на них в упор доску и также в упор в распор доску на краях и теперь на коротком пролете 20 сантиметров конечно она не выдуется так вот теперь покажу вам полный цикл хотя сто раз показывал 101 раз покажу для этого видео как мы делаем чтобы вдвоем заливать в районе двух кубов или где-то это по погонным метрам 24 штуки где-то 15-16 погонных метров вот так бетонная мешалка замешанный бетон бетон делаем подвижнее чем для лестницы но не жидкий для того чтобы он вибрировался но в то же время половину в эту тачку полу помещается как раз где-то половина потом сделали мы виде пандус из песка и обрезка в досок чтобы заезжать внутрь строения потом ставим здесь и круглой лопатой потому что тачка внутри обводы тачки тоже круглые чтобы не пробивать дырки и всегда с той стороны которая имеет не вертикальный а 45 где-то градусов наклон обычно это делать несколько человек один на бедра один меня снимает видите посредственность есть у бетона но бетон с пластификатором пластификатор по рецепту мы делаем такое чтобы он при густом армировании наникал но не был жижей где-то в тачке 3-4 ведра ну на обум же я насыпал значит посмотрим сколько именно ну примерно 4 ведра и получится три с половиной вычищаем не надо так как она пойдет за вторую полку дальше обычно один человек подает другой там стоит но так как для съемки я делаю сам себе мы используем вместо возилков пачку поддонов из-под кирпича так как они здесь все равно валялись а козелок хуже чем они и с них легче работать плюс они очень устойчивые набрасываем сами себе даже ставим вибратор но вибратор это сейчас совпало для вас вообще мы вибрируем где-то раз в три-четыре этажки ложи вибратор чтобы уже больше не сладить плюс поддон это прозивированная лесенка вот там лежит мастерок он не просто так лежит он мне показывает по какое место я уже провибрировал вот то есть вот это у меня провибрированная так возьму так черкану себе ну и просто берем выгружаем бетон по перемычкам из фанеры вполне можно стучать они хорошо держат удар арматуре об арматуре не вздумайте стучать вообще остались арматуру и вибратор не задевать чтобы она не расшатывалась в бетоне раз где-то в три метра раз примерно в три метра мы берем арматуре вот так вот приподнимаем ее чтобы был защитный слой потом вот берем серёжа а чтоб тебе залезть залазь прям сюда залазь прям сюда будешь шататься смотрите тут еще одна проблема возникла интересно это окраина города и тут вольтаж сети низкий вибратор бетонамешалка работают плохо а стабилизатор мы с собой не взяли ну так как мы не знали об этой проблеме у нас есть стабилизатор на 2 кило вольтаж вибратор мы используем с маленькой булавой большой булавой раздолбет опалку где-то каждые пять сантиметров мы его окунаем не доходя до края так как ближе к краю арматура он как-то очень плохо кочегарит мы не знаем мы знаем из-за вольтажа но вроде при низком вольтаже он раньше нормально этот китаец работа завтра стабилизатор вот и все я не буду до конца показывать потом берем мастерочек зачерпим здесь бетончику возвращаем часть бетона обратно и сделаем где-то миллиметров пять выше досок объясняю почему когда вы делаете по кирпичу что бы вы не делали как бы не поливали как это сделали мы так или иначе он все равно водичку свою примет и это заставит мастер бетона немного посередине на просесть я не знаю вам отсюда не пока не покажешь но вот так вот мы делаем циклы секунду покажи три часа работы трех человек 4 где-то 8 9 метров за день где-то можно то 20 погонных метров делать реально 15 но до 20 сейчас я уже слезет у нас еще что-нибудь будет интересное покажем все ну и так 7 часов работы трех человек честно говоря больше двух я в основе прижал и ровнял вверх ничего не таскал показало что при сечении 32 на 38 хорошая выработка на человека 10 погонных метров заливки всем приемлемо этот нет метров 12 совсем упасть ну как я вам говорил мы начали посередине простенка затычки которая тут прикреплена на саморезах и также покажу там затычка закончить что сегодня сделали вы видите крылья пленкой просто снег обещают с дождем да и вообще лучше пленочкой прикрыть противоморозную добавку мы добавили потому что в районе 0 топчется температура сейчас покажу еще сейчас ружевых слезет покажет значит мы увидели эту систему укрепляющую которая наша мебельную строку подарить мебельную плиту устрахует вот а если вы делаете нижнюю палубу крепленных в торец дюймовки им пофигу все на 40 сантиметров держит идеально внутрь видно держит идеально но и сейчас покажем тут затычка оказалось сложнее вот так выглядит здесь затычка так как с другой стороны у нас не к чему крепить здесь мы прикрепили саморезами а здесь уперли просто кирпичами и здесь накрыли кирпичами для того чтобы снег не запаршил так как нет ответной деревянной части не к чему пленку прикрутить еще раз отсюда покажи за забыл сказать когда замес делали мы снимать не стали ничего там нового соотношение водоцемена где-то 07 и она дает такое умеренно подвижный бетон ближе к единице будет вообще жижа гуще укладывать трудно с ведер плохо вываливается так что 07 вполне достаточно если применять пластификатор все